Первого о предполагаемой дате нападения фашистской Германии на СССР первыми сообщили наши разведчики-радисты. В ночь на 8 августа 1941 года, когда наши самолёты впервые нанесли удар по Берлину, первым нажал кнопку бомбосброса и затем сообщил об успешном выполнении боевого задания «Военный связист» – бортстрелок дальнего бомбардировщика Ил-4. А вот с этого телеграфного аппарата 8 мая 1945 года военная телеграфистка Мария Летишенко отправила в Ставку первое сообщение о капитуляции Берлина и окончании Великой Отечественной войны. Кто-то скажет, что это случайный набор фактов. Ему возразят профессионалы. Линии связи – это настоящие нервы войны. Под жестокими бомбёжками и артобстрелами военные связисты сумели протянуть их до самого логова врага и обеспечили победу. Прежде всего связь, а потом уже всё остальное. Не будет управления, никаких операций, ничего не будет. Об этом говорил и Суворов в своё время, об этом говорили и наши полководцы, и Жуков в том числе, что только при хорошем, устойчивом управлении войсками можно добиться победы. Победа. Май 1945 в Берлине. Бьющее через край радость и безудержное веселье. Только потом на плечи навалится огромная усталость. Позади 1418 долгих дней и ночей, неимоверно тяжёлой и смертельно опасной работы ради заветного. Есть связь. Та самая связь, отсутствие которой стало главной причиной трагедии 41-го. Поражение наше 41-м году было отсутствие управления, отсутствие связи. Я помню, в Белоруссии под каждым кустом солдат был, но он неуправляемый, он не знал, что делать. Не только он, и командир даже никто не знал. Немцы, в самый первый момент войны, они понимали, что такое управление войсками, они сделали всё, чтобы нарушить связь и государственную, и военную. Они первым делом засылали шпионов, подрывали линии связи, уничтожали узлы связи. Управление было потеряно, и из-за этого были и поражения на всех, можно сказать, фронтах, особенно на западном. Командующий западным фронтом Павлов вызван в Москву и расстрелян. Под горячую руку расстрелян и начальник связи фронта, генерал-майор Григорьев. Его реабилитируют только после войны. Летом 41-го не было времени разбираться, кто виноват в потере управления. Мы попробуем восстановить справедливость. Перед войной, в начале войны, в качестве телефонных средств связи используются телефонные аппараты с фоническим вызовом. Вот один из образцов телефонного аппарата с фоническим вызовом является телефонный аппарат УНФ. Такой телефонный аппарат обеспечивал связь в звене рота, взвод, до батальона. В более высшем звене управления мощности этого аппарата недостаточно было. Мне в штат роты положены там были аппаратуры, эти самые телефонные аппараты УНАИ, наши, последние отличные аппаратуры все заделали. А мне в них дали эриксоновские аппараты выпуска 1918 года. Вот вам 41-й год, октябрь. Вместо 15 автомобилей мне дали 100 лошадей. Вот вам обеспечение. Телефоны образца 1918 года и лошади вместо автомашин объясняют многое. Вот оно, главное транспортное средство связистов. Экспонат Петербургского музея инженерных войск, артиллерии и связи. Скорость не более 10 километров в час. Найти хронику этого транспорта оказалось делом почти невозможным. Есть кадры пехоты, есть съемки того, что с натяжкой можно счесть мотопехотой. А вот повозок с ездовыми практически нет. Не снимали их фронтовые операторы. Вот почему этот кадр просто уникален. Это довоенный плакат. Есть тут сигналы руками, флажками, ракетами. Есть телефонисты. Но нет ни одного рисунка бойца с радиостанцией. Дело в том, что в 41-м рации были редкостью даже у летчиков и танкистов. 10 РТ. Эта станция размещалась на бронеобъектах. Станция в те времена была наиболее благоприятная или наиболее удобная, хорошая станция в танковых подразделениях, в танковых частях. Хорошая рация. Слов нет. Вот только до войны она стояла лишь на машине комбата для связи с полком. А 30-ти подчиненным танкам командир отдавал приказ по уставу флажками, высунувшись из люка. На учениях это, наверное, выглядело красиво. Но в бою, когда вокруг рвутся снаряды, все кругом в дыму и огне, попробуй разглядеть, что там машет твой командир. Скажите, пожалуйста, в начале войны, какая наша техника была передовая? Когда я вам говорил, что танки шли, там Т-5, там сам Иосиф Сталин, Клим Ворошилов, эти стотонные махины, вот, без радиостанции. Будем справедливы, у немцев тоже не было сплошной радиофикации бронетехники. Однако на их танках рация была нормой, на наших – редкостью. Вот только один печальный пример из военной истории 41-го. Два танковых корпуса контратаковали немцев. Сломив сопротивление противника, они вышли к точке встречи, но так и не соединились. Расстояние между ними было всего полтора километра, но они об этом не узнали, порознь уничтоженные противником. Осень 41-го. Из боевого донесения командира танковой группы. Прошу информировать авиацию о нашем положении, так как в течение дня мы подвергались бомбардировке нашей авиации три раза. «Летчики наши были первые самолеты без радиостанции. Показывают вот это защитное самое. Иду в атаку, значит, защити меня сзади там это самое, или сверху там противник, или слева противник. Вот такая была у нас техника». Из телеграммы Сталина на Западный фронт летом 1941-го. «Авиация действует хорошо, но она действовала бы лучше, если бы разведчики вызывали бомбардировщиков быстро и по радио, а не по возвращении к месту посадки». С этим советом Москвы не поспоришь. Вот только в первые годы войны авиационные радиостанции многие наши летчики могли увидеть разве что в кино. «Какого чёрта вы повисли над ним? Атакуйте снизу! Снизу атакуйте!» «Обеспечение средствами радиосвязи серьёзно добавило преимущество немцам. Это немецкая хроника лета 1941-го. Нет, у них в армии тоже хватало лошадей с ездовыми, но всё же... «Немец идёт к нам где-то подразделение, а у него рядом его сам связной с радиостанцией за плечами. И он микрофон даёт команды всякие наступать, отступать, разворачиваться, заворачиваться». «Да, конечно, у немцев даже значительно лучше. Во-первых, кабель хлор-виниловый, теперь телефонные аппараты». «Ну, наш телефонный аппарат довоенный, вот, в деревянных ящиках, конечно, он в условиях непогоды, при сильных дождях, ящик, конечно, мог и разбухать. Вот. И прочность его, наверное, не столько была высока». «Аккумуляторы немецкие очень удобные. Во-вторых, они малогабаритные, во-вторых, аккумуляторы имели ручку. То есть, складывается ручка. И можно даже, не имея ничего, например, весь мешок даже, даже в руках нести». «На фашистскую Германию работала вся европейская экономика. Против нас воевали армии 20 стран. Весь ход Второй мировой войны показывает, что такого удара не выдержало бы ни одно другое государство. Мы выстояли. И немалая заслуга в том связистов. Не хватало раций, они обеспечивали проводную связь, телефонную и телеграфную. Пусть ценой колоссальных потерь, но в декабре 41-го мы остановили немцев под Москвой». «Было главное в умах всех сзади столица нашей родины – Москва. Вот что бы то ни стало, нужно отстоять». Русский король Фридрих сказал однажды, что русского солдата мало убить. Его еще нужно толкнуть, чтобы он упал. Теперь немцы снова встретились с непостижимым для них русским характером. В боях под Москвой военные связисты порой несли потери больше, чем пехота, но все-таки обеспечивали управление боем. «Погибло очень много людей. Из моего батальона связи осталось примерно половина. Кто остались? Радисты, телефонисты, которые сидели у командования там. Вот такие кто остались? А кто на линейщике? Линейщики – эти все не выжили». Линейщики, иначе линейные надсмотрщики – это те самые связисты, задачей которых было соединять на поле боя поврежденные кабели и телефонные провода. Надсмотрщикам ставят обычно самого ловкого такого, шустрого телефониста, который бегает. Бегать под взрывами нужно налегке, поэтому главный инструмент линейщика – это телефон без источников питания. Вот такой. Нашел разрыв в линии, соединил провода, и ты настоящий герой. Такой же, как вот этот связист из фильма. Телефонист в лучшем случае имел линейный нож, вот, в исключительных случаях плоскогубцы или пассатижи, вот, с которыми он выходил на линию. Кусков проводов у него тоже не было. Он постарался провода подтянуть, соединить. В боях под Москвой на всю страну прогремело имя сержанта Николая Новикова. Вот так его подвиг увидели кинематографисты. Связь будет! Товарищ командующий, разрыв найден. Подойти пока не удается. Бьют из минометов. Даю вам пять минут, или вы сами туда поползете. Бушист! Хорошо. Буду непрерывно атаковать. Но теперь вы дадите резервой. Нет, не сейчас. Победа. 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 Победа! Есть! Виноградов? Да. Скорей, я. Делается! Вовремя там! Минируйте подходы, где не успеваете, дымовые завесы, чтобы обмануть противника. Сержант Новиков обеспечил связь ценой собственной жизни. Его наградят посмертно. А после войны станет известно, что многие другие связисты в горячке боя точно так же восстанавливали оборванные линии. Перебила то ли мина, то ли снаряд, провод. И связь прекратилась, значит. Поползла одна телефонистка. Они, видно, заметили, и, значит, с минометом ее убило. Вторая тоже самая. А третьим пополз я. Я пополз, значит, он как раз... Один конец был в яме, то есть в воронке, а другой конец за воронкой был. Пришлось тот конец доставать, но они вот на такое расстояние не доходили друг до друга, чтобы соединить. Я, значит, у меня был карабин, значит, этот провод зачистил, я зажал затвором карабина, а этот провод, так как ее нельзя было намотать, чтобы она была замужка зацепить, вообще, у него не хватало силы стянуть. Я ее зажал зубами. У меня зубы все там остались. Обстрелянные бойцы скажут вам, погибнуть в бою – дело нехитрое. Солдатская доблесть в том, чтобы выполнить приказ и остаться в живых. Для связиста главный приказ в бою – обеспечить связь. И нет для него слова «не могу». Как мы организовали связь? Не было кабеля ПТФ-7, который был у нас. Мы обеспечили даже колючей проводкой. Тягули колючей, мы и землю, и связь, во-первых, была устойчивая, а во-вторых, мы берегли кабель, потому что у нас была одна цель. Какая разница какая-то. На пальцах, если это нужно было на пальцах, так мы и на пальцах организовали связь. На пальцах – это не просто для красного словца, а как вам связь на собаках? Когда шквальный огонь немцев не давал поднять головы, в бой шли необычные связисты. Этот монстр – обычная лайка, только в противогазе и специальной сбруе, чего в ней только не предусмотрено. Но главное – усилители следа. Такие вот босоножки пропитывали пахучим спецсовставом. И, пройдя маршрут, собакосвязист потом несколько суток могла по собственному следу доставить депешу и даже протащить телефонный кабель из приказа по армии генерала Лелюшенко. В ходе битвы под Москвой связь несколько суток обеспечивалась исключительно с собаками, считая возможным применение практики награждения не только вожатых, но и собак боевыми медалями. 6 декабря началась наступательная операция под Москвой. Средства, связи были вот те, которые, пожалуй, представлены здесь. Это средства станции РБМ, А7А, А7Б, вот, как волновать, 4Р, они не давали надежного управления, потому что у противника нашего были более мощные средства и в большем количестве. Радиосвязь работала неважно, потому что радиостанции были тогда примитивные, слабые, и связь недалекая могла быть, и обеспечить их было трудно, хотя обеспечивались даже и на такой. Нехватка надежных раций и умелых радистов была главной проблемой управления в начале войны. Техническая неграмотность в войсках добавила еще одну, очень серьезную и совершенно неожиданную проблему – радиобоязнь. Командиры, штабисты боялись оставлять радиостанции поблизости, и они давали приказ убраться подальше. «Не развертываю радиостанцию!» «Бэл!» «А то что пилингируют немцы?» «Потому что авиация беспрерывно бомбила?» «Бэлли с радиостанции!» «Или говорят, здесь неужели…» «Идите отсюда!» «Если там застекли несколько радиостанций, значит, все определяет этот штаб. Чем больше радиостанций, чем выше штаб. И они сразу бомбят». Это трофейный магнитофон СБ в комплекте с радиостанцией «Телефункин». Их сняли с немецкой машины радиопеленгатора. Можно представить, какие небылицы сочинялись об этой фантастической для 1941 года технике. Дескать, она мгновенно определяет местоположение радиста и тут же наводит на цель авиацию. Понадобился приказ самого командующего фронтом, чтобы пылевые командиры наконец перестали гнать радистов подальше от штаба. «Радиобоязнь была долгом, пока не был приказ Жукова работать на радиостанциях. А до тех пор еще побаивались». «Было страшно. Я вам должен сказать о том, что я, например, не верю и никогда не говорю о том, что есть такие люди, которые не одолевают страх. Страх одолевает каждого человека, но вся сила воли в том, что каждый человек по-разному преодолевает этот страх. Когда он начинает работать, он от этого страха отходит». Положение стало меняться в 1942-м. Дали первую продукцию наши заводы, эвакуированные на восток. Наряду с прежними в серию пошли новые конструкторские разработки. Куда более совершенные и компактные приборы. «Совсем маленькая радиостанция, значит, на батарейках, значит, да, совсем она весила 3 килограмма. И эта станция спасала целое соединение. Вошли в прорыв танковый корпус и кавалерическая дивизия. Немцы снова санкнули фронт. С боями танковый корпус вышел с большими потерями. Как дивизия осталась в тылу? Потеряли связь. Все, пропала дивизия. Вот эта маленькая радиостанция связалась с Москвой. И связь установили, обеспечили связь. И дивизия прошла рейдом, значит, с помощью авиации нашей, нанеся большие потери немцам, вышла к своим войскам». 12 декабря 1941-го советские люди услышали по радио первую победную сводку. Под Москвой впервые с начала войны «Вермахт» потерпел серьезное поражение. Полученная дорогой ценой передышка позволила нам накопить силы и ускорить перевод промышленности на военные рельсы. Однако ситуация на фронтах по-прежнему оставалась отчаянной. Два миллиона ленинградцев оказались в плотном кольце блокады, перерезаны все линии проводной связи, переговоры по радио немцы либо перехватывают, либо просто глушат. Военные связисты первыми прорвут вражеское кольцо. При этом их потери составили 70%, больше, чем в пехоте. Это смертельная работа, а куда деваться? На фронте все смертельно и все опасно. У телефонистов, у связистов именно так и бывает. Что в самый разгар боя, при самом кромешном обстреле артиллерийском, нужно идти было и восстанавливать линию, и обеспечивать связь. На юге летом 42-го наши войска отступают к Сталинграду, неся огромные потери. Поражение кажется неизбежным. Полгода мы будем удерживать город, который в итоге станет могилой для 6-й армии Паулюс. Все это время связисты будут снова и снова прокладывать кабель по дну Волги. Ежедневно, каждую ночь, надо было прокладывать в этой линии. Сколько там этого кабеля положено было? Невероятно. Но это все хорошо было. Плохо было тогда, когда немцы захватили уже Мамаев курган. В нашем втором фильме личный телеграф фельдмаршала фон Паулюса и уникальная рация-самоделка партизанских умельцев Белоруссии. Лучшая в мире танковая радиостанция в битве за Берлин и тот самый телеграфный аппарат, с которого было передано первое сообщение о победе. Я нажимала на гашетку, и все эти 80 выстрелов шли как один фейерверк. КОНЕЦ КОНЕЦ Приехали, Надюша, домой. Прощай, Музга. Получила телеграмму? Назначение утверждено ЦК. Ой, Шурочка, Шурочка. Пропала твоя Надежда Сергеевна. Дмитрий Алексеевич. Он мученик. Возвышенная натура. А я люблю его. Как? А меня? А ну, убирайся отсюда, шалава! Зачем они вас вызывают? Подождите! Это недоразумение, Надежда Сергеевна. Светлана Хоченкова, Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко. В фильме Станислава Говорухина по роману Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» на канале Санкт-Петербург. Перед ними открылась Ахтярская бухта и Севастополь. А на рейде стоял грозный российский флот. Так начиналась история Севастополя. О талантливых русских адмиралах, о славных морских победах и кровопролитных поражениях. Куря обрушилась на все побережье и нанесла огромный урон противника. Документальный цикл «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю» с Игорем Золотовицким. На канале Санкт-Петербург. Севастопольск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провод был поврежден нашими танками, прибывшими в район сражения. Это был единственный случай за всю войну, когда потеря связи обрадовала командира. Ведь мы же, связисты, обеспечим управление. Не будет управления, никаких операций ничего не будет. Первые месяцы войны выявили главную проблему связистов. Недостаток современных средств коммуникации, прежде всего, радиосвязи. Проводная связь регулярно нарушалась противникам. В условиях тяжелых оборонительных боев все попытки восстановить оборванные линии влекли за собой огромные потери. Однако связь оставалась ненадежной. Просит там, допустим, командир наступающей части, просит помощь артиллерийского огонька там поддать, отвлечь наступающего противника. Просит пустить там взвод или дивизион танков. А связи нет. Он не может этого сделать. И многие-многие наши подразделения погибали. Говорит Тюбин! Да-да, Тюбин, товарищ майор! Патроны на исходе! На исходе, говорю! Да-да, теперь быть! Ценой невероятных усилий военные связисты все же сумели обеспечить управление войсками в битве под Москвой. И вермахт потерпел первое серьезное поражение. Нам полученная передышка дала возможность ускорить перевод всей системы государственной связи на военные рельсы. В крупных городах в короткий срок оборудованы защищенные телефонно-телеграфные узлы. Создана служба оповещения населения о воздушных тревогах. В войсках в четыре раза выросло число полков связи. Однако ситуация с их снабжением критическая. Дивизии получают по сотне телефонов вместо положенных трехсот, по десять радиостанций вместо шестидесяти. Снабжение телефонным кабелем почти в пять раз ниже нормы. И при этом жесткий приказ обеспечить связь любой ценой. И ведь обеспечивали. Столбов нет. Мы что делали? То, что немцы взрывали пополам столб пиропатроном это самое, мы соединяли его, на бандажи ставили, и короче он бы ставил, но все-таки шли. Но ведь не было ни изоляторов, ничего. Начальник связи фронта посылал нам самолеты, бросали нам вот эти крючья, изоляторы, и все это делалось. Ну, свист такой страшный. Но все-таки брали, собирали, потом и строили. В армии существует, в любой ситуации нужно сделать. Почему? Потому что здесь, за этой ситуацией, кроется судьба тысячи, может быть, сотен людей. Тяжелее всего пришлось связистам блокадного Ленинграда. Городу остро не хватало ни продовольствия, ни материальных ресурсов. К тому же, неустойчива связь с Москвой. Враг перерезал все кабельные и проводные линии, а переговоры по радио немцы либо глушат, либо перехватывают. Было предложено построить подводную кабельную линию. Для этого использовался бронированный кабель семь четверок. Семь скруток таких. 29 октября силами и средствами офицеров и слушателей Академии связи и Северо-Западного фронта был проложен кабель по дну Ладожского озера. 42 километра. Установлена была устойчивая связь с центром и с генеральным штабом. Это был настоящий подвиг. Под обстрелом и бомбежкой провести по Ладоге четыре баржи с многотонными катушками кабеля и вручную уложить их под воду. Военные связисты первыми прорвали кольцо вражеской блокады и наши солдаты по обе стороны фронта услышали голос живого, не сдающегося Ленинграда. Внимание! Товарищ Ленинград! Начинаем выступление и дни для пользователей Ленинградского фронта. У нашего микрофона на данный сектор и на данный сектор. Из директивы главнокомандования вермахта от 5 апреля 42-го года «Наша задача состоит в том, чтобы снова овладеть военной инициативой. Следует лишить русских возможно большего количества военно-экономических центров и окончательно уничтожить живую силу, остающуюся еще в распоряжении Советов». 23 августа 42-го года массированные удары авиации противника разрушили сталинградский телеграф и телефонную станцию. Немцы перерезали все кабели, идущие через Волгу. Единственной ниточкой, связывающей город с Москвой, стал узел военной связи в поселке Капустин-Яр. Из телеграммы ставки Верховного главнокомандования Жукову от 3 сентября. «Противник находится в трех верстах. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Промедление теперь равносильно преступлению». Помощь была оказана вовремя, и немцев удалось остановить. Обеспечение надежной связи стало главным залогом успеха обороны. Это хорошо понимали немцы. «Буду» «Буду» Кабель обеспечил связь сутки для телеграфной связи с телеграфными аппаратами, и трое суток телефонная. Дальше он замакал и выходил из строя. Поэтому ежедневно, каждую ночь, надо было прокладывать в этот лист. Сколько там этого кабеля положено было? Невероятно. Но это все хорошо было. Плохо было тогда, когда немцы захватили уже Мамаев курган. Курган. Только появилась лодка, моментально мина, снаряд и все это делали. Лодка мне пробраться была. Заходило до того, что оставался уже один-два кабеля, которые более-менее работали, а дальше что делать? Как мы прокладывали кабель? Станина, на станину большой барабан, на весах везли и разматывали этот самый, и своей тяжестью кабель ложился на землю. Этот боевой листок датирован октябрем 42-го. Связист Матвей Путилов исправлял повреждение линии связи, когда взрыв мины раздробил ему обе руки. Теряя сознание от боли, герой зубами соединил концы провода. Катушка Путилова стала символом стойкости защитников Сталинграда. Ее, словно боевое знамя, будут вручать лучшим связистам дивизии, а после войны передадут на вечное хранение в музее вооруженных сил. Приготовиться! Представление начинается! Усоль 43-80! Прицел 5-2! Батареей! Огонь! Огонь! Корректировка артиллерийского огня в бою – это тоже работа связистов. Но при этом нужно видеть разрывы своих снарядов. А если враг наступает, выход один – дать свои координаты. Стой! Молодцы, Пашка! Молодцы! В самую точку! О том, что убежать мне, уйти, чтобы спасти свою жизнь, об этом даже у меня и мысли не было. Задача о том, что… и помочь, чтобы наши люди остались и удержать этот плацдарм. Я дал координаты, где уже я сам находился. Вот вступать уже было. Мощные взрывы впереди. И везде, в общем, ничего не видно. Такой был залп, и дальше уже я не знал, что. Орудия! 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 От Советского информбюро Красная Армия перешла в наступление в районе Сталинграда. В битве под Сталинградом связисты обеспечили четкое взаимодействие наших частей. Два фронта с юга и с севера шли навстречу друг другу, но ни один наш снаряд, ни одна наша бомба не упали на своих. Это стало результатом слаженной работы связистов наступающих фронтов на специальной встречной радиоволне. Радиобоязнь времен начала войны, когда командиры опасались пеленгации и рации противникам и неизбежной бомбежки, постепенно ушла в прошлое. Теперь радистам приходилось решать другие проблемы. Профессиональные. Немцы устраивали самый настоящий ад в эфире. Запускали всякие трещотки и забивали наши радиостанции. Очень часто провоцировали, сбрасывали связь на себя, чтобы отвлечь связь со своим президентом. Радистам доставалось обеспечивать связь в трудных условиях. Трудности добавляло необходимость соблюдать радиомолчание перед наступлением. Ведь удар должен быть внезапным. Нельзя было допустить радиоперехвата. Вот почему основным видом связи, Великую Отечественную, по-прежнему оставались проводные и телеграфно-кабельные линии. И у нас, и у немцев. Этот новейший телеграфный аппарат был захвачен в штабе 6-й армии Вермахта. Именно он принял телеграмму о присвоении Гитлером звания фельдмаршала генералу фон Паулюсу. А всего через несколько дней другой телеграф, стоявший на узле связи 62-й армии генерала Чайкова, передал в Москву по прямому проводу сообщение о том, что новоиспеченный фельдмаршал сдался в плен вместе со всем своим штабом и остатками разбитой армии. Узлы связи особого назначения, УСОН, впервые появились под Сталинградом. Именно они обеспечили надежную связь фронтов со Ставкой и управление разгромом армии Паулюса. Армейские телеграфные узлы с этого времени неотъемлемая составляющая всех наших войсковых операций. А сам этот аппарат заслуживает отдельного разговора. Это устройство для передачи буквенного текста по проводам разработал в начале прошлого века французский инженер Бодо. Его телеграф обеспечивал связь еще в Первую мировую войну. К началу Второй ничего надежнее не придумали. Ни у нас, ни на Западе. Вот почему проводной телеграф Бодо оказался главным средством связи в звене армия фронт и фронт генеральный штаб. Передача текста отшляется набором комбинаций клавиш. С помощью пяти клавиш набирается весь алфавит наш. Вот в частности идет одна буква, печатается, это вторая, третья и так далее. Обычно на таком телеграфном аппарате в годы войны работали женщины, как более усидчивые и более внимательно относящиеся к тексту. Ну что трудно, о чем я хочу сказать. Вот, например, вызывает командира части. Ну кто там вызывает, там позывной дает. Значит, приходит он. Как я его боюсь, так и он вышестоящего начальника боится. Я напряжена. Думаю, как бы мне что-то не ошибиться. Но я ошибок не делала в школе даже, не делала как-то ошибок. Но здесь я могла вместо О написать А. Я очень боялась. Очень трудно было утром, в 4-5 утра, когда силы уже на исходе, и ошибаешься оттуда, тарабанит, тарабанит. Проснись, проснись. Ерунда идет, проснись. Вот тогда снова идешь, просишь минутку паузы, идешь, умываешься, и тогда уже снова свежими глазами начинаешь передавать. Сводка-то и шла, ведь оперативная сводка, она же в Москву шла, она же отражала то, что собрали все связисты от звена роты батальона до штаба армии, до штаба фронта. И всю эту сводку надо было передать в Кремль. Московский узел связи обеспечивал прием оперативной информации со всех фронтов. А вот такие мощные стационарные радиостанции к концу 43-го года обеспечивали радиосвязью не только все соединения, но и крупные отряды партизан. Самый страшный час у меня был, когда мы летели на самолете. Думаю, как? А вдруг парашют не распустится? А вдруг мы попадем к немцам и не выполним это задание? А как уже там с самолета толкнули, и я полетел, уже все, уже смотришь, парашют уже шатается, и сразу... Правда, я застрял на елке, но меня сразу распутали, потому что без связи там нечего делать этому отряду. Роль здесь радиста очень велика, поэтому, когда Медведев организовал отряд, он сразу чуть не 6 или 7 радистов в себе взял. Каждая группа, которая выбрасывалась по 13-12 человек с каждым самолетом вылетавшим, был радист. Одну группу без радиста, и уже мы с ней соединились только через два месяца. Рации партизаны берегли, как зеницу ока, но в условиях походной жизни в лесу и боевых столкновений с фашистами техника порой выходила из строя. Товарищ гвардер-лейтенант, разрешите я их? Нет. Рацию к передаче. Звезда, звезда, я земля. Звезда, звезда, я земля. Если рация выходила из строя, в ход шла трофейная техника. Например, вот такая. Это переделка немецкого стационарного приема передающего устройства. Партизанские умельцы сделали его переносным, отделив приемник от передатчика и обеспечив питание от ручной динамомашины. Без связи, во-первых, нет возможности получать команды центрального центра о своих действиях. Нельзя было принять самолет. И потом бывала такая ценная очень информация, которая не могла ни минута задержка. Без связи эта информация погибает. Звезда, я земля. Прием. Из правил. Земля, земля. Я звезда. Я звезда. Прием. Заводите прием. Возвращаемся скоро. Не беспокойтесь. Принимайте. Можно сказать, что с 43-го года связь вполне надежно обеспечила управление. И не случайно. Поэтому во всех операциях был успех. Нашим главным успехом в 43-м стали Курская битва и освобождение Харькова и Киева. К этому времени в частях связи наступили разительные перемены. Прежде всего, стало куда лучше техническое обеспечение. Здесь представлено радиостанция РБМ. Коротковолновая радиостанция тактического звена управления. Недостатки этой станции, пожалуй, в те времена отсутствовали. Потому что она была одна из лучших станций. И останется такой. Надолго. Десять лет спустя, в 52-м году, радиостанция РБМ впервые попадет в руки американцам. Вот строки из донесения командования 30-й армии США во Вьетнаме. При захвате этих радиостанций в большом количестве, их можно использовать в войсках США. Они прочнее, надежнее и проще по сравнению с нашими радиостанциями. К началу 1943-го отечественными радиостанциями была обеспечена вся наша фронтовая авиация. Я Чайка-2. Я Чайка-2. Самолеты противника. Самолеты противника. Убля-9. 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 Наша бронетехника теперь тоже почти вся радиоофицирована. На лучший танк Второй мировой войны теперь ставят лучшую в мире танковую радиостанцию. 10 РТ. Гриф секретности с нее снимут только в 50-м году. Пехотинцы получили свою ротную радиостанцию. Компактную и надежную. Настоящую рабочую лошадку. Этот экземпляр рации особенный. В ходе боев за правый берег Днепра связисты Кравцов и воинов вызвали огонь на себя. Их рация тоже получила ранение в бою за переправу. Звезда! Звезда! Я земля! Начинайте 32! Начинайте 32! Начинайте 32! 16 апреля 45-го началась заключительная операция Великой Отечественной – Берлинская. О плотности нашего радиообмена можно судить по количеству раций. Более 200 штук на каждый километр фронта. В прессе всего связь, а потом уже все остальное. Только при хорошем, устойчивом управлении войсками можно добиться победы. 2 мая 45-го года маршал Жуков принял безоговорочную капитуляцию Германии. На столе перед ним был вот этот микрофон. А вот с этого аппарата военная телеграфистка Мария Летишенко отправила в Москву сообщение о победе. Война окончилась. Солдат ждали домой. Как возвращались? Домой. Домой. Едем к границе. Машинист остановил. Мы выскочили, бросали землей друг друга, снегом. И кричали. Дома мы, дома. Наша Родина. Родина по достоинству оценила вклад военных связистов в победу. Более 300 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. 106 награждены орденами славы трех степеней. 58 частей связи получили звание гвардейских. Первым маршалом связи стал Иван Терентьевич Пересыпкин. Он принял свою должность трудным июля 41-го. Под его руководством были протянуты линии связи от Москвы до Берлина. Эти настоящие нервы войны. Протянуты людьми, которые обеспечили нашу победу. Когда кончилась война, у меня почему-то оказалось два диска. Я спросила командира, я говорю, могу уже выстрелить их? Ничего мне не будет, что я их все из расхода испишешь? Он говорит, спешу, Раечка, стреляй. И я нажимала на гашетку, и все эти 80 выстрелов шли, как один фейерверк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Купчина Купчина – веселый поселок Семенцы. Летопись Петербурга писалась не только на Невском проспекте. Это город в городе. Особое место – сакральное. Любовь к своему городу начинается с родного дома. Этот район Полюстрово останется для меня кусочком детства. Я люблю веселый поселок. Поэтому надо гордиться вот этим местом, целяным треулком. Это моя маленькая родина. Малые родины Большого Петербурга. Смотрите каждый четверг в 21.30 на телеканале Санкт-Петербург. Приехали, Надюша, домой. Прощай, Музга. Получила телеграмму? Назначение утверждено ЦК. Ой, Шурочка, Шурочка. Пропала твоя Надежда Сергеевна. Дмитрий Алексеевич. Он мученик. Возвышенная натура. А я люблю его. Как? А меня? А ну убирайся отсюда, шалава! Зачем они вас вызывают? Подождите! Это недоразумение, Надежда Сергеевна. Светлана Хоченкова, Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко. В фильме Станислава Говорухина по роману Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» на канале Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова